Ребята, всем привет! С вами канал Насекомолюб, и сегодня я хочу с вами поговорить о Долгоносике, ну а также как от него избавиться. В этом ролике вы узнаете интересные факты о Долгоносике, как о нём избавиться, что делать, если не избавились, и многое другое. А в общем, зачем тянуть? Поехали! Наверное, мечта каждого садовода уничтожить этого жука. Каждый садовод узнает, что сейчас показан Долгоносик, но практически никто не знает, как от него избавиться. Конечно, эти жуки вредят нам не потому, что они хотят, хотя для нас, кажется, даже иногда для меня, когда они схитают у нас груши. Или яблоки, я уж там запутался, что они у нас ели в прошлом году. Столько всего они поели. Ну ладно. Конечно, они делают это не из-за того, что они хотят нам сделать что-то плохо. Они пытаются выжить в природе. И как бы мы их не говорили, что это такие вот бессовестные существа, что их надо истреблять, что они делают, потому что они хотят, это не так. Ну и давайте уже сначала поговорим о Долгоносиках по отдельности и про их классификацию. Долгоносики. Эти жуки имеют очень характерный облик. Передняя часть головы у них вытянута в головотрубку. Ну, у некоторых эта головотрубка короткая, а у других она более длинная. В основном мы встречаем головотрубку довольно среднюю по размеру. Ну, 50 на 50. Ну, так, наверное, больше процентов передает все-таки такая трубка, которая короче, чем огромная такая. Долгоносика с огромной трубкой встретить, не знаю, по мне так редко. Также окрашены долгоносики по-разному. У некоторых покровы блестящие, как у Долгоносика Яблонева. Ну, вот, если я не ошибаюсь, то я добавил тут картинку Долгоносика Франчика Касатикова. Ну, я тут ее не добавил, у меня ее нет. Можете загуглить. Это такой гигантский по мне так Долгоносик. Я его ловил, у меня чуть рука прям не дрогнула. Это еще в детстве было, конечно, но я его видел один раз. Он там в клубнике копошился, я не знаю, может, это ему и как раз, и как раз, не это, не, как раз, да как бы это сказать, не знаю, и как раз не соответствует поведению. Ну, ладно. Вот так. У некоторых покровы блестящие или переливающихся чешуйках. В этом семействе имеются и очень мелкие виды длиной 2 мм и гиганты размером до 9 см. По мне так Франчик Касатикова, я не знаю, когда он был, может, он и не таких размеров, может, это был похожий Долгоносик, но у меня он был примерно 8 см где-то с ладонь. Я его боялся брать, но я один раз, когда брал кое-что похожее. Не буду рассказывать, потому что я это оставлю на несколько видео вперед. Хорошо. Долгоносики самое крупное семейство среди жуков и среди всех животных вообще. Да, для садоводов это, конечно, кошмар. Соу-соу-соу. Мил и очи. Так, на настоящий момент известно уже более 50 тысяч видов этих жуков. Вы только представьте себе, сколько их много. На настоящий момент... Так, они распространены по всему свету. Вот это точно кошмар для садоводов. Все Долгоносики питаются только различными частями растений. Это тоже кошмар для садоводов. Их можно встретить на цветках, на стеблях и листьях травянистых растений. Под корой. Кстати, я этого не знал. По-моему, это уже короеды. Хотя, что говорить короеды, родственники Долгоносиков. Под корой и на стволах деревьев. На поверхности почвы. Кстати, если вы хотите, чтобы я сделал ролик о короедах, то обязательно пишите в комментариях. Я могу сделать. Они хоть и выглядят, поэтому очень по-разному, в отличие с Долгоносиками, но все равно. Итак, короеды. Ну, еще Долгоносиков называют слониками. Хотя, знаете, вот сейчас есть еще трубковерты и ложнослоники. Они тоже очень похожи. Но трубковерты вообще не похожи на Долгоносиков, по мне. Хотя нет, немного похожи. Но все равно их можно отличить. А вот ложнослоники очень похожи. Очень похожи. Хорошо. Личинки у некоторых видов мягкие, червеобразные и безмногие. В основном это у всех Долгоносиков мягкие. Мягкие мне один раз не попадались, другие. Но, возможно, это был трубковерт или что-то другое. Они развиваются в ткадних травянистых растениях, либо в почве, где питаются корнями у некоторых Долгоносиков в гнилой древесине. Что-то уже интересно. Самки многих видов прогрызают поверхность растения, в котором будет развиваться личинка и откладывают внутрь яйцо. Да, конечно, это кошмар для садоводов вдвойне. Потому что еще сверлит тогда, если можно. Тогда уже плод полностью испортен. Среди Долгоносиков много вредителей сельскохозяйственных растений. Ну, это, конечно, вы тоже понимаете. Потому что кошмар для садоводов это именно это. Если бы они не ели культурные растения, тогда бы они сказали, да идите живите себе, мы вас заморить-то не будем. Ну, хорошо. Запасов растительных продуктов и древесины они тоже не жалеют. Так, перед вами есть Долгоносики. Вот этот Долгоносик. Долгоносик яблоневый. Это чтобы вы знали. Вот у меня есть, кстати, еще тут хорошая фотка. Она плохо сделана. Этот Долгоносик светлый. Вот она у меня плохо сделана. Вот так. Вот этот Долгоносик, который вот самый большой, средняя полоса. Это Долгоносик Капуцин, который живет на ивах. Да, конечно, вспомнили эту обезьян. Так, есть Долгоносик из лода Ларинус. Они в основном обитают на васильках. Личинки у них развиваются в соцветиях сложноцветных. Вот эти два, самка и самец. Вот они у меня. Кстати, фотки я брала из одной книги. Она издательства Фитон. Очень интересная. Так, есть еще, так, вроде бы это все Долгоносики, которые у меня были. Да, наверное, это все, да, наверное, это все. Хотя, да, это все Долгоносики были. Ну и перейдем, в общем-то, как уничтожить Долгоносиков. Убить Долгоносиков, просто помяв их руками, вам не удастся. Это такие живучие насекомые, которых просто вот так взять и убить не получится. Это насекомые, с которыми нужно бороться инфекцицидами. И яды распылять разными ядами. Для меня так, два дня, два дня это один яд, следующие два дня другой. И каждую неделю менять их последовательность. Но, если такая тактика не сработает, то, вдобавок к этому, можно еще растилать под деревом, под деревом, такой вот простынь. И стряхивать с этого, и стряхивать с дерева все. Что упадет на белую простынь, ну, даже пленку можно, главное, на белую. Если это будут Долгоносики, то вы свертываете простынь, и тогда, и тогда, и, в общем-то, убиваете их. Чем угодно уже, так как они пойманы. Но делать это надо исключительно рано в утром, когда они только просыпаются. Ну, и, ребята, на этом все. Вы узнали, что такое Долгоносики, как с ними бороться. Подписывайтесь на мой канал. Теперь во время каникул видео будут выходить намного чаще, практически каждый день. Вроде бы у меня на канале в описании есть расписание выхода видео. Которому я, наверное, буду следовать. Ну, и я с вами прощаюсь, но ненадолго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok